Предновогоднее желание. Статья на Конте за 30 декабря 2019 года. Дмитрий Жук, он же Циник. Канун Нового года. Это ожидание праздника, заложенное в нас еще в детстве. Мы и сейчас верим и ждем чудес, пробегая глазами гороскопы на год грядущий, загадывая желания под куранты. В нас до грубовой доски живет сказка на пару с воспоминаниями о детстве, периодически напоминая о своем присутствии. Она теребит воспоминания и пробуждает надежду и веру в малое. Даже в 85 лет. Вчера свершилось чудо для 127 человек. Объединяющее их заветное желание сбылось. Они вырваны на свободу. Спасибо добрым феям и грозным, но убедительным Дедам Морозам, сделавших для этих людей реальностью их мечты. И да, пусть 76 проследовавших в противоположном направлении, сегодняшний момент останется праздником и не обернется в скорости разочарованием и сожалением. Но вот что не дает полного ощущения завершения сегодняшней сказки, это осознание того факта, что это не конец зла в целом. Пройдет сколько-то времени и подобное повторится уже с другими людьми. Волею случая злого рока, но обязательно кто-то повторит подобную судьбу и пройдет подобный путь. Потому что существующее подобие государства всегда найдет внутри себя врагов. Точно так же, как не прекратит отправлять тысячи на убой и возможный плен, жернова продолжат перемалывать судьбы. Мы на пороге нового года, поэтому в очередной раз хочется уже полного конца существования этой жути. Хочется наконец дожить до момента переламывания той иглы, которая питает жизнью монстра, который пять лет пытается огосудариться, приобретя возможность жить в будущем, убеждая всех в праве на это и доказывая это право предъявлением своей фиктивной мифической древности. Зло древно, мы это знаем, но и всепобеждающее добро не юноша. Все сказки нам об этом рассказывают и учат. Переломи пополам иглу и всему этому наваждению конец. Что же является хранилищем жизни монстра? Где его ахиллесова пята? Что есть игла? Многие скажут, что этой иглой является Вера и ошибутся. Вера это кокон, довольно молодой, запущенный сравнительно недавно Порошенко с подачи куда более заинтересованных в ней клириков. Те, кому очень хочется экспансии на восток, сидят довольно далеко от Киева. Хоть и имеет вопрос довольно давней корни, но он последний, точнее третий в списке построения Химеры. Если случится торможение в дальнейшем продвижении, а оно уже наблюдается, то выгодополучатели охотно пойдут на замораживание экспансии на достигнутых позициях. Они могут, они терпеливые. Они сегодняшнего дня ждали целых 400 лет с хвостиком. После такого прыжка вглубь православного мира руками униатов, они готовы ждать столько же. Вера это утка, в которой хранится более ценная. Кто-то скажет, что иглой является армия. Нет, армия это инструмент, которым невежественно и проталкивают идею Фикс о совершенном государстве в их понимании. Они убеждены, что только силой можно сохранить то, что они ваяют. Армия для них – щит от посягательств на их дитя. Армия в их руках меч, как в руках Владимира, крестившего Русь. Весь силовой блок, включенными в борьбу за впихивание всех и вся в их идеальное государство, в их нацию. Армия – это яйцо, в котором они хранят самое, на их взгляд, ценное. То ценное, без которого, по их невежественному убеждению, нет их государства, армией они оберегают и кормят геноцидным свою прелесть. То, о чем они талдычат, начиная с первых дней независимости и последовательно идут все эти годы, толкают, невзирая ни на какие преграды, даже в ущерб себе и тому, что строят, несмотря ни на имиджевые, ни на политические, ни на экономические потери. Прут бульдозером против европейских и мировых законов, не обращая внимания на замечания ПАСЭ и Венецианской комиссии, противление отдельных стран, ведут жестокую кровавую гражданскую войну, и есть та игла, в которой хранится вся жизнеспособность нации. МОВА – это их фетиш фетишей. Им ничего больше не нужно, как создать мононацию, после чего наступит ЭДЭМ, украинский превыше всего, титульный. Это в 21-м-то веке, когда подобных государств днем с огнем не найти на карте, за редким исключением существующих маргинальных призывов к подобному. Когда массовость подобных стремлений осталась далеко в 20-м веке с последним ее носителем – Германия для немцев. Не мудрено в таком случае, если уже даже не отрицают публично, по чьим лекалам переустраивается Украина. Даже создали языковое гестапо с языковым омбудсменом, а, проще говоря, надзирателем за чистотой речи в стране, до недавнего времени бывшей интернациональным государством. Сегодня же это государство грозит гражданам штрафами разного уровня. На сегодняшний день от 200 до 700 необлагаемых минимумов. Это 9800-11900 гривен, условно, лишь за то, что игнорируешь соловьиную. Хорошо, что нет уголовной ответственности, но, думаю, это пока нет. Ладно бы внедряли язык Котляровского и Шевченко, но нет, есть очень существенный нюанс. За примерами далеко ходить не надо, они и так сильно режут слух. Все лето раздавалось со всех утюгов и читалось на рекламных баннерах косметической линии ФА. Живи файно. Живи хорошо на галецком диалекте. На одном из центральных каналов идет авторская программа небезызвестного русофоба-притулы под названием «Варьяты». Опять же, слово из львовской гвары. А как вам читать такое о культурной жизни на одном из передовых СМИ? Идея клипу та его съемки належать Виктору та Ирине Янцо. Додамо, що гурт «Анця» у складі трех девчат, співающе с 2017 року. Тоді їх творчість почалась з таких писань, як «Богріда», «Анцю» до «Танцю» та інші. А ще... А не ще давно девчата співали про фанки. «Богріда», «Анцюфанки» «Это кто і про що?» «Даже я, сын, выходца из Галиции, не понимаю такого языка. Но вони усердно напирають. І мені жаль людей, які ведуться, які поддаються этому натиску, ломають себе і свою річ, заплетають язик в угоду. Це дико і дуже бісить. Ладно би в быту на кухні, на ринці, на вулиці, а бытовому или колхозному гутарили. Хрен с ними. Но зачем пытаться балакать на предприятиях высокотехнологічного уровня, де терминів, до которых этот язык ще не дозрел. Когда клуша вчера ще не словом на мові, сегодня коверкає металлургічний термін «побежалость», пытається мне произнести «побежалость» «неповыннабуты». О, так хочеться при подобных словесных вывертах нанести эту «побежалость» на их лица. І так во всем. Когда дотянуться до технологій і техпроцессів, можна вже не ділять двигателя вообще, щоб не падали самоліты, це уж точно. В общем, якщо їх не обломати, якщо не сломати эту їх язикову яглу, то будущее буде суперпрекрасно. Пустыня і дикое поле, але з мільйонами горланищих щеневмерлу, в отрепьі соловьів. А не хочеться терять того, що отгрохотал в прошлом на цих землях інтернаціональний народ. Такое вот мое желання і моя лична сказка. Циник. Предновогодніе желання. Предновогодніе желання.